2023 года на базе пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена, Минского городского управления МЧС. Основная цель нашего клуба это патриотическое воспитание нашей молодежи, привлечение ребят к изучению основ пожарной безопасности, основ безопасности жизнедеятельности, пропаганда здорового образа жизни, занятия пожарно-спасательным спортом, ну и собственно говоря, популяризация профессии спасателя пожарного. Да, на данный момент 60 человек в нашем клубе состоит. Это уже достаточно серьезный старт. Ребята, почему вы выбрали для себя именно этот патриотический клуб? Ну, наша школа уже более 20 лет сотрудничает с подразделениями и органами МЧС. В прошлом году мы вступили в ряды допрофильного класса по основам безопасности жизнедеятельности, и в том же году нам предложили вступить в клуб «Зубор». Мы, конечно, согласились, потому что посчитали важным, что очень важно помогать людям. Знаешь, в принципе, как вести себя в разных чрезвычайных ситуациях. Да, Ален, может быть, у тебя есть какая-то интересная история, связанная с патриотическим клубом «Зубор»? Их достаточно много. Вот в том году с ребятами мы участвовали в акции, создавали билборд на тему «У меня нет времени на вредные привычки». Это было очень интересно. Его действительно, скорее всего, нет. Расскажите тогда, как проходят будние дни в военно-патриотическом клубе «Зубор». Они проходят так же, как и у всех. Мы учимся в первой половине дня. В следующей половине дня у нас есть дополнительные занятия. Это медицинская подготовка, пожарный спорт. И каждый выбирает для себя, что ему интересно. Никита, а кто может стать участником военно-патриотического клуба «Зубор»? Стать воспитанником нашего патриотического клуба может любой учащийся в возрасте от 11 до 17 лет. Это предусмотрена программа обучения, которая согласована с Министерством образования и нашим ведомством. Главный акцент – это, конечно же, группа здоровья ребенка, потому что весь процесс обучения построен на физической подготовке, сдаче каких-то нормативов, занятия пожарно-спасательным, спортом и так далее. Кроме того, проходит собеседование. Ну, сами понимаете, главное желание ребенка – поступить в этот клуб. Я согласна полностью. А бывают ли какие-то санкции или наказания для тех, кто не хочет выполнять какие-то упражнения, например, или с чем-то не согласен? Санкций никаких не бывает, мы никого не наказываем, они все отдают отчет, где они находятся, патриотизм проявляют свой, всю ответственность на данном направлении, и вопросов к ним никогда не возникает. Очень осознанные дети к вам приходят, насколько я понимаю. Хорошо. А есть ли у них какие-то привилегии при поступлении, например, в академию? Привилегии при поступлении, они как бы не идут сюда к нам за бонусами, они идут для развития общего какого-то своего. Но после прохождения программы обучения, получения сдачи экзаменов, они получают сертификат и характеристику, которая в дальнейшем уже помогает им при поступлении в Университет гражданской защиты нашего ведомства и также в другие силовые вузы нашей страны. Алена нам доказывает, что девушки у вас тоже существуют в вашем подразделении, в вашем отряде. Расскажите, много ли их? Есть ли какие-то послабления для них или нет? Конечно, девушек в достаточном количестве у нас. Послабления минимальные есть. Это какие-то ограничения, следовательно, по нормативам, сдачи норматив. Но они наравне со всеми нашими мальчишками выполняют все поставленные задачи, выполняют норматив, участвуют во всех мероприятиях и иногда даже где-то, может быть, показывают лучший результат. Алена, тебе не кажется, что это немножко нечестно? Или ты всегда стараешься быть лучше всех и неважно, какого пола твой соперник? Ну, скорее, да. Скорее, второй вариант. Хорошо, ребята, может быть, вы уже определились, куда планируете поступать, планируете ли в дальнейшем связывать свою жизнь с МЧС? Ну, безусловно, будучи членом военно-патриотического клуба, у нас есть мысли связать свою жизнь с МЧС, но на это зависит много факторов. Проходной бал, медицинская подготовка. Даже если мы не поступим, в любом случае нам пригодятся эти знания и, возможно, даже спасут кому-то жизнь. Абсолютно.